итак всем привет с вами макс и мы продолжаем серию уроков снимать по я продолжаю снимать вы продолжаете изучать по игровому движку unity и мы уже дошли до того что с вами начали делать сеть и на прошлых уроках я напомню мы сделали на первом уроке по сети точнее по мультиплееру так точнее будет сказано мы сделали с вами приготовление на прошлом уроке написали скрипты и сделали меню для того чтобы создать сервер и для того чтобы подключиться к серверу то есть прописали мастер сервер и лобби и теперь настало время уже перейти непосредственно к самому проект но тут опять есть некие подводные камни какие именно сейчас давайте разберемся по порядку во первых организация сети какой-либо в unity она если у вас до этого проект был допустим не рассчитан на работу с сетью то кое-что кое-какие изменения и не просто мелкие изменения очень очень такие важные изменения которые вам надо будет внести игру и на них я сейчас о них расскажу то есть вполне возможно что как бы многие аспекты если вы создаете какую-то свою игру то многие аспекты вам тоже пригодятся и так давайте пройдемся для начала по нашим нашему проекту тут у нас ну вас это никаких изменений по сути нет я сейчас отключу полностью еще всю все затенение карты ну то есть туман войны который мы с вами создавали он в принципе будет только чуть притормаживать весь наш процесс и сейчас не особо важен и так давайте пройдемся по папку как вы видите из основной из основной но из основной папки assets пропала папочка ресурсы откуда мы добавляли в нашу сцену объект с чем это связано ну я уже упоминал раньше о том что проект у нас не не доскональный и он не продуман как бы наперед я просто создал проект по мере того придумал к нему какие-то новые элементы то есть он больше будет как ознакомительный и ни в коем мере не претендует там название образца образцового проекта поэтому многие из тех методов которые использовал они там либо непроизводительные либо корявенькие ну постепенно мы учимся и постепенно будем пытаться как-то модифицировать поэтому вот из из-за того что каждое новое изменение проекта пока что на данном этапе влечет за собой очень большие изменения в коде скриптов поскольку еще вся эта логика взаимодействия скриптов на не очень то настроено хорошо то есть каждый скриптов как-то работает сам по себе нет никаких там каких-то скриптов общих которые бы хранили какие-то настройки те же то есть все это будет создаваться в будущем постепенно но как я уже сказал на данном этапе проект меня полностью устраивает поэтому я вот и спешу поделиться теми наработками которые есть и давайте теперь вернемся к нашим баранам и так папка ресурсов она на самом деле никуда не исчезла эта папка она просто-напросто теперь находится в фото юнити-нетверк для чего я ее туда переместил ну вообще все наши элементы которые мы будем создавать на сцене то есть элементы игрового мира начиная там от банки консервов и заканчивая деревом и кучкой веток все эти элементы они должны объявляться и но не только объявляться как бы а и создаваться на сцене на поскольку мы создаем сцену мастер-сервером вот они должны быть видны не только мастер-сервер то есть простыми словами игроку который создал собственно говоря сервер но и другим участникам и поскольку если мы допустим воспользуемся нашей старой логикой и зайдем допустим в игру ну как каждый грубо говоря со своего компьютера на то получится что у нас мастер-сервер сгенерирует себе ну то есть запустится скриптом обженеры во время старта сцены он сгенерирует некую карту рандомную условно и разместит условно рандомно на ней все наши элементы и тут возникает проблема если мы хотим чтобы конкретный элемент был виден на конкретной позиции и нам и игроку который зайдет тоже в наш нашу комнату на в нашу сцену нам нужно чтобы он видел все тоже что и видим и то есть расположение леса расположение рек расположение воды расположение ресурсов вот и всего что появляется и исчезает со сцены перемещение там врагов наше перемещение все это должно осуществляться должно осуществляться сетевое взаимодействие и в связи с этим тут как раз таки и возникла проблема с тем что я изначально когда начал делать игру не учел тот факт что ну то есть игру надо было начинать с того чтобы прописать и полностью все всю сеть то есть сетевая игра она изначально пишется под нее сервер потом пишется клиентская часть а потом уже ну либо параллельно либо если это там один разработчик потом он уже пишет всю остальную игровую логику и и учитывая что мы сделали немного неправильно то есть сначала сделали крышу потом взяли фундамент вот то и получается такие вот изменения в ходе которые к слову до сих пор есть некоторые у меня баги которые я никак не могу исправить то есть ну допустим один из я никак не могу понять как я вот генерирую как вы помните мы генерировали карту да с помощью тайлов то есть генерации тайлов набрасывание на нее текстуры у мастер-сервера на мастер-сервер генерирует карту у него все отображается отлично то есть отображается карта у клиента карта не отображается даже несмотря на то что как бы висит компонент photon view transform то есть должна как бы элемент наш созданный должен выводиться и быть доступен всем участникам сети но по факту это не так вот с этим мы пока боремся но в целом как бы сеть реализована единственное что надо будет много допилить вот эти все мелкие нюансы недочеты которые были не были учтены в самом начале и так вернемся опять к ресурсам папочка ресурс у нас есть и и она находится в ассетах фотон юнити нетворк папки поскольку фотон юнити нетворк создает объекты игрового мира и стоит также из папочки ресурсы и они уже доступны всем участникам ну так сказать одного одной комнаты и после того как я перекинул папочку ресурсы сюда еще встал такой момент что каждому элементу нужно было также добавить компонент фотон view то есть с помощью а д д компонент фотон фото нетворк а д д д view и ну то есть тут можно уже не закидывать сюда компонент трансформ юнити фотонетворк он по умолчанию если не указан ни один из компонентов он по умолчанию считает что компонент надо отображать это трансформ то есть можно так сделать можно так это понятие аналогично и учитывая что компонент трансформ нам принципе нужно отображать на всех элементах нашей игры то вот на каждый элемент нужно добавить компонент фотон view и после того как мы добавим полностью на деревья в том числе фотон view при создании мастер си мастер сервером комнаты все элементы отображенные у мастер сервера будут отображаться и у других игроков то есть в той же координатах по тем же координатами по той же позиции и и с тем же но с тем же параметром rotation и scale вот по ресурсам все далее что касается иерархии изменения коснуться таких элементов как global time то есть наше время нам нужно будет синхронизировать ее между всеми игроками и собственно говоря map generate будет небольшое изменение и появится у нас новый новый игровой объект он будет называться clsr awake в этом компоненте будет вызвано ну в принципе мастер сервером будет вызываться создание всех игровых элементов на данный момент пока там создается только один игровой элемент наш игрок все остальные элементы по прежнему создаются в скрипте map generate и теперь давайте по порядку что же этот скрипт небольшой но он очень важен сейчас мы разберемся с ним так и как уже было указано ранее нам надо подключить библиотеку exit game client photon и будем мы использовать класс монобехевиор с приставкой photon ну потому что так надо и так что что здесь одна единственная функция функция awake она выполняется перед стартом сцены почему нужно использовать именно функцию awake я так и не понял сам поскольку когда я использовал функцию старт мне попросту unity выдавала ошибку о том что камера не может обнаружить моего игрока именно вот создавая таким способом и вот пока я не нашел ответ на вопрос почему я его попробовал подключить использовать awake и все как бы получилось ну и ладно на данном этапе этого достаточно с помощью мы изначально создавали всегда создавали всех наших гимобжектов с помощью метода instantiate есть photon network также метод instantiate и есть instantiate еще один метод instantiate сцен object вот этот метод он эти два метода практически идентичны за исключением тем фактом того факта что когда мы создаем с помощью стандартного метода instantiate то когда мы создаем с помощью метода instantiate наш объект сетевой он привязывается к мастер серверу то есть какие-либо взаимодействия производить с ним может только мастер сервер и для того чтобы с ним мог взаимодействовать игрок зашедший подключившись к серверу нужно будет отключать тот самый компонент в photon view который отвечает за привязку этого элемента gameobject к мастер серверу когда мы создаем с помощью instantiate object то объект который мы создаем он привязан уже непосредственно к самой сцене и сконтролируется он уже мастер клиентом я думаю пока этих данных нам достаточно ну поскольку мы instantiate сцену object даже пока не будем пользоваться пока вот мы создаем все объекты мастер сервера ну и соответственно пока только мастер сервер может на нашей карте ну подбирать грубо говоря объекты то есть второй игрок который подключается он видит эти объекты он видит персонажей других он видит все кроме как того что он не может никоим образом взаимодействовать с элементами игры но мы в будущем будем это исправлять подправлять тут же опять же эти уроки направлены на то чтобы просто направить вас и собственно говоря себя возможно вы укажете мне на какие-то ошибки мои и так какие параметры вообще в этом методе instantiate photon network присутствует ну во первых нам нужно указать prefаб то есть из папки photon network resources мы вот добавляем на сцену префаб с таким именем нашего игрока естественно по указанным нами координатам и с указанным нами rotation то есть поворотом что означает quaternion identity это означает что ну идентично префабу повороту префаба будет создан наш плеер нас это устраивает поскольку игра двумерная и спрайтовая вот и так ну и собственно говоря вектор начальных координат я задал тоже статичный пока мы не будем точки спаунта потрогать вообще и четвертый параметр последний это групп вообще какой-то такой загадочный параметр это группа то есть я так подозреваю что то есть если ну то есть группа это параметр он отвечает у нас за то чтобы объединять некие элементы ну то есть в разных играх возможны какие-то разные условия разные нюансы и вот этот параметр группировки он существует для того чтобы как-то неявно объединять допустим какие-то разнородные элементы игрового мира в ну подчинять какому-то одному то есть общему знаменателю то есть ну допустим элементы игрового мира участвующие в сети могут быть совершенно различные и вот группировка их допустим каким-то явным способом то есть через массив там допустим или то есть каким-то образом нам нужно сформировать некий массив именно элементов ну то есть элементов сети он может допустим быть каким-то затруднительным ресурсоемким возможно вот именно объявление этих групп и способствует ну то есть как облегчению что ли взаимодействия обработки данных или ну работы с самому фотонетворк то есть ну честно признаюсь очень как бы ну слабо себе представляет для чего это надо то есть на самом деле то есть это я вот высказал чисто свое мнение и так ну функция как мы понимаем при старте сцены создает нашего игрока независимо от того мастер сервер вы не мастер сервер эта функция запускается абсолютно при каждом старте сцены ну и соответственно у каждого игрока давайте далее пройдемся далее у нас идет камера с камерой никаких преобразований нет камера по-прежнему на сцене то есть одна она исключительно относится каждому а вот в map generate в скрипте где произошли изменения и сейчас мы их рассмотрим естественно мы добавляем в библиотеку exitgame клиент фотон объявляем фотон моно behavior обработчик и все практически остается без изменений за исключением того что мы метод start в котором мы создавали собственно всю карту заменяем также на метод awake ну по причинам описанным выше заменяем методом awake и все наши вызов всех-всех-всех-всех-всех методов setbox там mapgen ну в общем все мы также ставим условия то есть при каких при каком условии выполняется вот это самое выполнение то есть первоначальная первоначальная генерация загрузка и создание всех элементов нашей игры она выполняется только тогда если photon network is master client то есть если то есть ну из master client это возвращает true то есть если тот сцена которая загружена загружена мастер сервера то есть тот кто создал игру вот если мастер client из мастер client true то тогда мы выполняем вот это все условия ну и чтобы вы понимали мастер client из трю ну то есть когда игрок создал сервер и когда другие игроки входят к нему никто больше не будет master client то есть она только при создании при создании сцены то есть точнее сервера одного и сколько бы не было подключенных к нему других игроков мастер client только один только один раз будет этот параметр равен вот это нас вполне устраивает все больше изменений здесь нет никаких в map generate и давайте дальше пойдем direction light у нас ну независим то есть он считывает параметры из скрипта global time поэтому только этот скрипт нам важно в нем тоже произошли существенные изменения ну давайте для начала наверно внешних то есть те которые произошли в самом game object добавился естественно компонент photon view на map generate я этот элемент не ставил и на awake этот элемент не ставил почему не ставил поскольку мы этими ну мы из этих скриптах никаких значений не передаем то есть другим участникам сети в global time мы уже передаем значение сети всем участникам поэтому нам нужно уже добавить компонент и указать какой же что именно мы будем передавать в сеть передавать мы будем наш скрипт и тут возникает уже первое первый небольшой нюанс когда мы объявляем что передаем ну здесь поле пустое либо там находится трансформ никаких дополнительных в скрипте действий производить не надо потому что одно это действие по умолчанию если мы начинаем передавать какие-то данные ну так грубо говоря не по дефолту в фотоне нам нужно прописать специальную функцию и мы сейчас займемся ее ну сейчас я опишу на примере global time итак что у нас тут ничего из переменных не изменилось и единственное что вот добавилось также добавился метод ifoton masterclient то есть время начальное создается только тем мастер сервером то есть тот кто создает сервер только он задает начальное время начальные часы и минуты и производит отсчет времени то есть когда вы не masterclient у вас просто будут выполняться пустые функции то есть функции фактически выполняться не будут и аналогично то есть если вы не мастер сервер то тогда вот вы будете только у вас будут отображаться значения дни часы и минуты но вам если вы не мастер сервер нужно все равно эти часы минуты и не получить и для этого существует в unity photon network стандартный метод on photon serialize view что он делает он передает то есть или принимает или передает какие-либо значения в сеть мы потом steam steam делаем переменную типа steam и проверяем потом условия если steam из writing то есть если мы выполняем эту функцию на том игроке который отсылает эту функцию то есть если вот эта функция on photon serialize build выполняется на игроке который мастер сервер то тогда мы выполняем то тогда переменная stream принимает значение из writing то есть мы записываем записываем в сеть точнее передаем в сеть какие-либо данные и с помощью вывода stream send next next мы передаем объекты то есть какие объекты мы передаем мы можем передавать абсолютно все что угодно от переменных до gameobject и собственно говоря мы передаем в сеть вот эти три значения day hour и минут таким образом переменная day hour и минут становится доступна для всех для всех игроков которые находятся в комнате вот но как их получить чтобы их получить переменная stream должна быть не из writing а из read вот и ну точнее она не должна быть из read извиняюсь она должна быть она вообще булевая и принимает значение true и файлс вот если она принимает streamwrite из true если она true то тогда мы передаем если файлс то мы принимаем значение то есть мы считываем какие-то какие-либо данные с того игрока который нам их передает и делаем мы это следующим способом в переменную нашу day мы заносим stream receive next то есть мы заносим переменную то есть еще раз забыл указать что переменная которую вы записываете в определенном порядке в каком порядке вы записали в таком порядке и надо считывать то есть первая переменная записанная она считывается первой нам надо преобразовать естественно в тип int и таким образом мы передав значения мы их считываем и можем вполне отобразить вот такие вот изменения произошли у нас с нашим таймером что еще важного также у нас присутствует такой компонент как чат пока он не активен мы рассмотрим его на следующем уроке мы его рассмотрим и чуть-чуть модифицируем вот собственно по сети и генерацию мира я сейчас немного переделываю пытаюсь исправить тот по которым я говорил пока у меня никакого прогресса нет то есть то как было тогда и то как сейчас ничего не меняется поэтому вам вполне можно оставить так как было вот собственно здесь все давайте теперь еще рассмотрим такую деталь как изменения в скриптах которые здесь не отображены это касается скрипта инвентарь какие в нем изменения тут ну уже по по старой доброй традиции мы добавляем using xgm clean photon добавляем photon mono behavior и здесь ничего так же с переменными не происходит только лишь в при нажатии на допустим на подбор то есть он триггер в этом регионе он триггер плеер когда мы с вами подбираем какой-то объект из сцены так как он был создан другим способом то и другим способом надо его удалять и так удалить объект мы можем с помощью прописания фото network destroy и вот таким способом game object мы удаляем но почему это неправильный способ это неправильный способ по той причине что то есть игрок который не создал этот объект в принципе не может взаимодействовать с объектом который создал мастер сервер поэтому данный способ удаления он неверен и он будет меняться вы конечно пока исправьте везде фото network destroy однако удалять нам нужно не сам из сети game object а его компонент это фото view но также при если мы сейчас поставим фото view вместо то есть компонент в компоненте game object game object то есть это то что вошло в триггер то есть что оказалось в триггере нашего игрока персонажа если мы game object photon view отключим мы не сможем добраться до этого компонента напрямую такой такого способа нет поэтому мы впоследствии изменим данный способ на другой вот теперь на этом все полностью то что я хотел вам рассказать по данному этапу сети я рассказал сейчас я включу наш шейдов включу наш чат и еще раз запущу сцену для того чтобы ну вы как бы убедились уже я сейчас на словах расскажу о проделанной работе и так да и тут у меня отключили интернет и создать я пока ничего не могу ну в начале точнее в прошлом уроке я показал что собственно говоря все работает вот отсутствует интернет и я не могу подключиться и создать подключиться к фотон и создать собственно говоря сервер по этой причине урок этот я заканчиваю именно так и уже следующий урок когда мы будем делать чат уже тогда его и покажу всем пока с вами был макс подписывайтесь на канал давайте обучаться вместе